Здравствуйте! В данном видеоуроке разберем настройку нейронного детектора пустых полок. Нейронный детектор пустых полок позволяет определять на изображении разложенные товары, а в случае их отсутствия – пустоты на полках. За логику его работы будет отвечать специальный скрипт, позволяющий генерировать отчеты и уведомления по состояниям полок. Они помогут оперативно определить потребность в пополнении товарами определенных зон полок. Теперь перейдем к настройке. Для начала необходимо активировать детектор на канале устройства. Для этого следует перейти во вкладку «Каналы», выбрать интересующий вас канал, а из списка программных детекторов найти пункт «Нейронный детектор пустых полок». На операционной системе Windows детектор может работать только удаленно, с использованием оффлоуд-аналитики. А на регистраторах серии NeuroStation доступно локальное использование. Выберите подходящий вам вариант и активируйте детектор. После активации следует перейти в настройки детектора и открыть вкладку «Подсчет объектов». Здесь будет производиться создание и редактирование зон подсчета. Под зоной подсчета подразумевается область на изображении, расположенное в самом первом или нижнем ряду полки. В этой области будет происходить распознавание товаров. Они будут помечаться рамкой красного цвета. Расположение зоны подсчета обуславливается следующей логикой. Если первый ряд полки заполнен товаром, а за ним пустота, то такая ситуация не требует генерации уведомлений. В свою очередь опустошение первого ряда полки будет критичным, так как именно этот ряд привлекает внимание посетителей. При первой активации детектора автоматически создается базовая зона подсчета. Ее следует отредактировать таким образом, чтобы при отсутствии товара только в первом ряду, товары из второго ряда не попадали в зону. Это правило будет действовать и на новые зоны подсчета. Во время редактирования зоны рекомендуем воспользоваться функцией цифрового зума. Она позволит разметить границы зоны намного точнее. После редактирования базовой зоны необходимо создать новую. Для этого следует нажать на кнопку «Создать новую зону подсчета». Зона может состоять лишь из четырех точек и формируется с помощью нажатия левой клавиши мыши по области. Формирование зоны следует начинать с верхней точки и продолжать по часовой стрелке, а углы создаваемой зоны должны быть прямыми. Таким образом мы должны вернуться к первой созданной точке и замкнуть область. Нарушение этой последовательности может привести к неправильной работе детектора. При размещении зоны будет действовать еще одно важное правило. Зона не должна захватывать ценники и перегородки между полками. Должны захватываться только товары. Если заметили нарушение этого правила, просто отредактируйте проблемную зону. После правильной разметки зоны необходимо отредактировать ее основные параметры, такие как количество размещаемых продуктов на полке и размер пустоты. Указав количество продуктов на полке, мы помогаем детектору рассчитать примерную ширину одного товара, а зная ширину, детектор определит, скольких товаров не хватает на полке. Здесь же необходимо задать значение числа товаров, отсутствие которых будет считаться пустотой. Небольшие пустоты размером в один товар образуются на полках постоянно, они не так интересны. А вот если размер пустоты 2 или 3 товара, то может потребоваться уведомление об этом. После создания и настройки зон подсчета следует убедиться в корректности распознавания товара на полках. Это можно сделать визуально, если открыть канал устройства. На изображении должны отображаться созданные зоны и товары на полках. Если этого не происходит, следует проверить настройки отображения фигур. В тех случаях, когда товар плохо определяется на полках или наоборот определяются лишние объекты, необходимо еще раз проверить корректность расположения зон и отрегулировать чувствительность детектора. Настройка чувствительности производится через вкладку «Детектор» – «Базовые настройки». Регулируя ползунок чувствительности, мы можем как увеличить вероятность распознавания товара, так ее и уменьшить, но при этом повышается или понижается вероятность сложных детекций. Помимо чувствительности, необходимо указать частоту детекции. Нейронному детектору полок не требуется частая детекция товаров, поэтому следует оставить значение по умолчанию – раз в 30 секунд или, например, раз в минуту. После настройки детектора необходимо загрузить скрипт, отвечающий за логику его работы и позволяющий формировать отчеты о наличии пустот на полках. Этот же скрипт будет сохранять скриншоты с каналов, где настроен детектор. Для загрузки скрипта необходимо перейти в вкладку «Автоматизация» и выбрать пункт «Новый скрипт». Далее нажать на кнопку «Загрузить пример из файла». В открывшемся окне выбрать файл скрипта и нажать на кнопку «Открыть». После загрузки скрипта следует нажать на кнопку «Сохранить», «Запустить». Теперь на вашем сервере будет происходить формирование отчетных файлов. Их можно найти и выгрузить через вкладку «Скриншоты». Спасибо за внимание!